КОЛИ ГЕРАСИМОВ Причем не спросив ни у кого разрешения. Но так случилось. В конце 21 века Коля встречает робота Вертера, который, испытывая жалость к нарушителю, разрешает ему съездить на космодром. На космодроме Коля пытается проникнуть на какой-нибудь космический корабль, чтобы слетать на Марс. Это ему не удается. Но он становится свидетелем того, как космические пираты, прилетевшие на Землю в поисках редчайшего прибора для чтения мыслей мелофона, выкратывают его у Алисы Селезневой. Коля спешит на помощь Алисе и успевает перехватить мелофон. Пираты гонятся за Колей по пятам. Куда деваться? Только в Институт времени, где Колю ждет верный вдруг робот Вертер. Вертер успевает отправить Колю в наше время. Но сам погибает в неравном бою с пиратами. Итак, в наши дни в Москве оказываются А. Коля, который спрятал мелофон. Б. Два космических пирата, которые не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть мелофоном. В. Алиса, которая ищет мелофон и Колю. Непривычной к нашему уличному движению Алиса попадает в аварию. Она оказывается в больнице в одной палате с Юлей Грибковой, которая по счастливому совпадению учится в одном классе с Колей. Юля обещает помочь девочке из будущего. Космические пираты не знают, у кого мелофон. И, выследив Алису, проникают в больницу, принимая облик медицинского персонала. Но Юля с Алисой разоблачают козни пиратам. Однако дальше оставаться в больнице опасно. На рассвете девочки совершают победу. Тем временем Коля рассказывает обо всем своему осмотрительному другу Фиме Королеву. И тот убеждает Колю затаиться. Перед Алисой стоит проблема. Какой из трех Коль в шестом В скрывает у себя мелофон? Та же проблема волнует и пиратов. Алиса будет со мной сидеть. Не возражаю. Если что-то, ей поможешь. Давай. Я надеюсь, что Боря, как истинный джентльмен, уступит даме место. Тихо! Он джентльмен, и он будет ждать даму своего сердца. Мистер Садовский, я бы на вашем месте помолчала. Эй, Грибкова, ну как, в пижаме не простудилась? Королёв! The lesson has begun. Вы совершенно правы, Алла Сергеевна. Ну, тогда я попрошу тебя к доске, ты расскажешь нам о Лондоне. О Лондоне? О Лондоне. Да и Лондон. 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 Лондон из... Девочки, потише. Лондон из... Is one of the biggest. Сулима, не ту страницу открыл. Is one of the biggest. Ну? Лондон из... Ну, Лондон, Лондон, это... Лондон, это... Новенькое передание. Лондон из... Тише, ребята! Лондон, это большой... Лондон. Лондон из... Пикси. Альбин, пикси. Девочки, потише. Лондон из... Альбин. Лондон из... 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 All the same in English, please. My dog. My dog. Тише, ребята. Я думаю, всем интересно послушать историю болезни фиминой собаки на чистейшем английском языке. My dog. Алла Сергеевна, не знаю, как по-английски неотложка. Сочувствую. Ну что ж, очень плохо. Иди садись. Кто хочет помочь? Можно я? Алла Сергеевна, можно? Кто поможет Королёву? Ну как тут собачка? Собачка-то жива? Садовский, может быть ты? А вы меня в прошлый раз спрашивали. Ну и что? Честно? Честно. А я так методом исключения вычислил, что один снаряд два раза в одну воронку не попадает. Поэтому мне сегодня ничего не грозит. Попадает Садовский, попадает. Считай, что ты убит. Девочки! Уберите шахматы. Уберите шахматы. Гребкова, Гребкова спросила! Гребкова спросила! Так, кто ещё? Ну, Гребкова спросили! Гребкова спросила! После уроков отдам. Алиса, может быть ты? Я понимаю, что ты не готовилась, но не бойся. А я не боюсь. А почему ты сидишь? Что? У вас что, в школе не встают, когда отвечают? Нет, у нас не встают. Но тем не менее, встань. Ничего особенного не вижу. А ты английский в школе учила? У меня родители знают, и я с детства слышала. Может быть, ты еще какие-нибудь языки знаешь? Я не очень способна. Я знаю всего 8 языков. А какие? Французский. А вот испанский хуже. Я выучила его, когда была в Малаге. А еще? Чешский, финский, хинди, китайский, японский. Ну что ж, отлично, Алиса. Садись. А мы продолжим урок. Коля Сулима, к доске. Тихо. Наташа, передай записку. Алисе, Алисе. 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 Ты, Герасим, меня всегда слушайся. Ну кто бы тебе еще так все по нотам разложил? Кто Алису засек? Я. Кто предсказал, что она к нам в класс не дрится? Я. Я тебе хочу честно сказать, я с собой доволен. Нечему радоваться. А я не радуюсь. Я торжествую. Это великая победа дедуктивного метода. Теперь главное не складывать оружие. Мы должны с тобой придумать план действий. Слушай, Фим, а может просто отдадим ей милофон? Ты не спеши. Будем рассуждать, как старик Холмс. У нее есть задание. Добыть милофон и ликвидировать одного человека, который слишком много знает. Ну почему ликвидировать? Я же был у них нормальные люди. И даже очень приличные. Речь идет не о них. Может, лично они против тебя ничего не имеют. Но их долг уничтожат свидетеля. Пойми ты, наконец. Если каждый будет шастать туда-сюда, то никаких тайн не останется. Чего только такие бродяги не узнают. Когда кто умер, когда землетрясение. Знаешь, что от этого может быть? Будущее изменится. Как? А вот так. Побежишь ты в библиотеку и узнаешь, что через три года в Крыму наводнение. Крыму? Ну не в Крыму. Условно. Допустим, в Сахаре. И что ты тогда должен сделать, как пионер-патриот? Спасти людей. Молодец. Вот это-то и опасно. Допустим, тебя не приняли за психа. Послушали. Землетрясение произошло. Никто не пострадал. Ну и отлично. Тебе отлично. А для истории трагично. Допустим, один человек нашел в развалинах красивую девушку. Он в нее влюбился. Они поженились. У них родился гениальный сын. И вот этот гениальный сын придумал двигатель для межгалактических систем. А не было бы землетрясения, они бы не встретились. Фантастику читать надо. Ну, я же не ходил в библиотеку. Ничего не узнал. А где гарантия? Я клянусь, на их месте я бы сделала точно так. Убрать тебя, пока ты не проболтался. Убить? Да. Хоть это и грустно. Но, впрочем, есть и другой вариант. Какой? Послать тебя в будущее и держать там. А как же мои? Мать не переживет. Ну, о матери забудь. Дурак ты, Финка. А ты несчастная жертва легкомыслия. Делом занимайся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. А-а-а. У-хм. Хм. Вот теперь тревога. Это они. Сматываемся. Действуй же. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Ха-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Взбpassen. Хе-хе-хе-хе. Хе-м-хе-хе- хе-хе. Вам он и отправь ему малилет. А-а-а-а, а-а-а-а! 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 А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а! 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 А-а! 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 А-а-а! А-а! 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 А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! 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 А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Простите. Видел? Нет, раньше не видал. Вот это и есть. Весельчак У. Один из самых опасных пиратов нашей галактики. Ты не ошибся, старик? Я его на всю жизнь запомнил. Здесь должен быть еще один такой маленький, худенький, с усиками, с зонтиками все время ходит. Вроде не видать. Да, Коля, плохи твои дела. Ну ладно, ползи по кустам, я пойду по дороге. Буду отвлекать на себя внимание. Готов? Готов. ИГРАför Но что он уже идет. Даже ребенка в нескольчил ее больше. Форидс poco. Новый конец, как я так делал,çons�rac shots. Гребен Фарс Никакого прогресса. Никогда не думал, что попаду в такую жуткую историю. А ты считай, что ты на экскурсии в 20 веке. Может, еще расскажешь в своем классе о нас. Вообще-то, ты знаешь, я бы хотела, чтобы ты подольше не находил своего Колю. Ты что говоришь? Да ты для нашего класса просто находка. У вас все такие? Ну, во-первых, у нас все разные. А во-вторых, ты все забываешь, что мы это есть вы. Может, я твоя внучка. Вот здорово было бы. Знаешь, Юля, я сегодня ни на шаг не ближе к разгадке. Все три ведут себя, как будто ничего не случилось. А вдруг тут Коля обманул моего козла? И он вовсе не Коля. И вовсе не из 20-й школы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Основная стойка. Кругом. Поставили правую ногу на бордюрчик. Левые отступили шаг назад. На раз. Поднимаясь носочки, подтягиваем правое колено к груди. На два. Исходное положение. Итак, упражнение начинай. Раз, два, раз, два, раз, два. Продолжаем сами. Где у нас Селезнева? Я. Ты из Селезнева? Да. А мне сулемо сказалось, что будешь выступать вместо Грибковой. Да, честно скажу, впечатлений не производишь. Раз, два, раз, два. А, ну ладно, ты не расстраивайся. А, что главное? Не побеждать, а участвовать. Верно, Королев. Олимпийский принцип. Я ему всегда следую. Работай, работай, Королев. Раз, два, раз, два. А у вас его еще не забыли? Где? Там. Где там? Фим, ты иди, иди. Уже давно разминка закончилась. Девочки, прыжки в длину, мальчики за мной. Пошли. Бегом, бегом. Ну, бегом, кому говорю. Живей, живей. Старт низкий. На старт. Внимание. Марш. Королев, не отставай. Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Фу, 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 брыжь отсюда. Пошла отсюда, кому сказал. Брыжь отсюда. Брыжь отсюда. Пошла. Пошла отсюда. Прогони ее. Подержи. Сейчас я ее. Фу. Фу. Зачем ты, Фимка, к ней все время пристаешь? Я хочу ее разоблачить. Зачем она к нам внедрилась? Ведь не может быть случайностью, что она попала именно к нам в класс. Я думаю, что мне просто придется с ней поговорить. Молодцы, я тебя умоляю, подожди еще два дня или три. Ты уверен, что она не пират? Ты уверен, что она не готовит твое похищение? Ты уверен, что она не готовит твое похищение? Мила Рудкевич, пошла. Разбег слабоват. И голову не закидывай. Сколько раз говори. Я так переживаю, так переживаю, что даже проголодалась. Альбина Фетисова, приготовиться к грибам. Это, Селезнева. Ой, девочки, я сейчас умру от страха. Альбиночка, давай. Фетисова, что с тобой? Соберись. Ой, забыла прыгнуть. Так волновалась, чтобы разбежаться как следует. А прыгнуть забыла. Селезнева! Давай. КОНЕЦ КОНЕЦ Шесть метров двадцать сантиметров. Она заступила. Да не было заступа. Тише вы, девочки. Ну, Селезнёва, прости, не ожидал. Молодец. Ты знаешь, мы с тобой... Она... Селезнёва Алиса. А вы что, с ней знакомы? Да. Мы уже давно за ней наблюдаем. Только не вздумайте у меня её переманить. Что? Вы шустры, а я шустрее. Пираты. Простите, мы с вами не знакомы. А я не советую со мной знакомиться. Ищите таланты в своём районе. Да успокойтесь. Найдём. Честь имею. Преподавателя физкультуры школы номер двадцать, прошу подойти ко мне. Повторяю. Преподавателя физкультуры школы номер двадцать, прошу подойти ко мне. Сиди тут, никуда не ходи. Грибкова, проследи. Ага. Молодец. Время завед vier 거의 был мастер. Будут бить какие крюки, Если ко мне задать то, Сой. dónde elect следует... Это они Мы их не заметили 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 У-у-у! У-у-у! Хулиган! Стойте, девочки! Девочки, куда вы? Подождите! Отпустите! Отпустите! Не трогайте меня! Алиса, беги! Я их задержу! Бедащий человечество! Я говорю, за сколько продался космическим пиратам? У-у-у! Отпустите, тебе говорят! Вот, я их схватил! Спасибо! Отпустите детей! Не отпускайте! Эдуард Александрович, как ваше прозвище? А? Илья Муромец! Ну, тогда отпускайте! Отпустите, отпустите! Без вас разберемся! Вот так всегда бывает! Поможешь людям, и никакой благодарности! Я ж думал, украли чем! Здравствуй, Алиса! Я тренер детской спортивной школы Марта Скрыль! Я Марте уже все рассказал! Когда откроешь талант с гуще учеников, всегда приятно! Если надо, мы переведем тебя к нам! Ее родители будут против! С родителями побеседуем! Это нелегко! Ничего! Для нас нет трудностей! Считаю, что они уже согласились! А сколько высоту берешь? Я прыжками не занималась! Научим! Метр двадцать возьмешь? Да! А выше? Метр пятьдесят! А вот этот забор возьмешь? Похоже, это мне твоя правдивость! Эхэхэхэ! Без шуток! Ого! Никакой школы! Ничего! Научим! Они там! Бежим! Там хулиганы! Задержите их! Девочки! Куда же вы? Мы же только начали разговор! Остановитесь! Крепкова! Селезнёва! Девочки! Крепкова! 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 Мы же теперь в осаде! Да что же они нас все время караулить будут! Как же мы теперь в школу пойдем? Я знаю как. Сегодня решающий день. Я это чувствую. КОНЕЦ 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 Эй, мальчик, мальчик! Вы меня? Да-да, пойдите сюда. Слушаю. Это твоя школа? Да. Ты не шестолбой? Предположим. Не груби. Отвечай старшим по-человечески. Да или нет? Допустим, да. Да не допустим, а да или нет? Ну да. У вас в классе учится мальчик Коля. Вам честно ответить или не честно? Честно. Честность украшает человека. Но если честно, тогда это я и есть Коля. Не. Коля другой. Как вы точно заметили, вы знаете, не все в последнее время стали говорить, что я стал другим. Мама говорит, что я совершенно изменился. Учителя в школе, что я грублю старше. А бабушка говорит, у нее трудный возраст. Слушайте, а может это не возраст? Может я в самом деле не тот Коля? Не тот, не тот. А у вас в классе девочка Алиса учится? Алиса? Есть такая. Вот. На школе с ней дружит. А что, Алиса интересуется иностранная разведка? Вы случайно не шпионите за ней? Чё, чё, чё. Гражданин, смотри, какие невоспитанные дети. С ума вот такой. Ну ладно, мальчик, ступай. Я тебя хорошо запомнил. Я твою морду хорошо запомнил. Да, когда мы с вами встретимся, не забудьте мне напомнить, что мы уже где-то с вами виделись. Мы виделись? Где? Ну, когда вы во всем сознаетесь, вас ко мне приведут. Куда? В кабинет. Ведь я же не Коля. Я главный инспектор милиции по расследованию особо опасных преступлений против шестиклассников. Моя фамилия Шерлок Холмс. А вас как зовут? Щенок. Приятно было познакомиться. Да, не забудьте снять маску. У вас под ней клыки. Ты понял? Клыки. Ну, нахал. Девочка, девочка. Ты не из шестого В? Из шестого В. Мне нужна твоя товарищеская помощь. Я всегда рада помочь. Вчера, например, я поднесла сумку одной старушке и накормила голодного котенка. Какое счастье. Ну, ты мне тоже поможешь, как тому котенку, хорошо? Я не могу, я спешу. У нас первый урок английский, и я должна повторить перевод. Ну, конечно, разумеется. Ты отличница, лучшая ученица в классе. Я тебя не задержу. Моя тревога ваша ученица Алиса. Селезнёва? Да нет, миленькая, не Селезнёва. Селезнёва это не настоящая фамилия. Она скрывается. Ты не пугайся, пока ничего еще страшного не случилось. Да. А что, может случиться? Может. Вот скажи, как и когда в вашем классе появилась Алиса? Сегодня третий день. Она вместе с Грибковой в больнице лежала. Вот. Вот именно в больнице. Алиса сбежала из больницы. Слушай, помоги нам. Понимаешь, я работаю главным врачом. В больнице для особо опасных детей. К нам поступила безнадежно испорченная девочка Алиса. Селезнёва. Да, Селезнёва. Жестокая хулиганка. Страшно хитрая. Она кусалась. Била детей. Взрослых. А потом она украла в музее шкуру тигра. Оделась в нее. И по ночам. Грабила одиноких прохожих. Не может быть. Даю тебе слово. Так вот, когда ее ловили, она искусала трех милиционеров. Не может быть. Может. Пришлось сделать прививки от бешенства. Не может быть. Не надо осуждать Алису. Девочке надо помочь. Она тяжело больна. Ох, ох. Извини. Я забыл вас познакомить. Это доктор Иванова. Ох, сколько бессонных ночей она провела у постели этой ужасной Алисы. Давала ей лекарства. Делала уколы. Да. И все пошло прахом. Девочка все равно сбежала из больницы, выломав при этом плечом дверь и выпрыгнув с пятого этажа. Как? Да. В этом состоянии больные особо устойчивы. Асфальт, понимаете, проломился, а ей хоть бы что. Во время болезни у нее развивается прыгучесть. Да, точно, правильно. Вы бы видели, как она в длину прыгала. Это ненормальность. Угу. Теперь я все поняла. Она и английский знает. Ну, это тоже ненормальность. Ну, скажи, пожалуйста, может ли нормальная девочка, ну, кроме тебя, конечно, знать столько, сколько ваша Алиса? Конечно, нет. Вот я, например, всегда была отличницей и первой в классе. Но столько же я не знаю. Ну, конечно. А что будет с ней, когда ее поймают? Э-э-э... Придется изолироваться. Да. Ну, может, лучше и в коллективе, все-таки среди людей. Вы забываете об опасности, которую она представляет для окружающих. Ну, с ее ненормальной силой и ловкостью, а? Пойдемте к директору и все ему расскажем. Не-не, ну что это, мы не можем? А вдруг это не та Алиса? Мы не имеем права наносить травму невинному ребенку. Мы должны сначала заглянуть в класс, убедиться, а ты нам поможешь. Не нам, всему человечеству. Да. Ну, если всему человечеству, тогда пошли. Только быстро, а то скоро звонок. Ты проводишь нас в школу через черный ход. Покажешь, где сидит шестой В. Остальное мы возьмем на себя. Ага, пошли. Коля, тебе через минуту выходить, а ты решил старые железки разобрать. Тут, понимаешь, в школу нужно два гвоздя захватить. Зачем? По физике велели. Коля. Коля, нам нужно с тобой поговорить. А может, завтра? Все равно нам вместе выходить. Ну, ладно, давай поговорим. Коля, ты стал совершенно невыносим. С тобой что-то происходит. Может быть, ты влюбился? Ты скажи мне, я твой лучший друг. Да не влюблялся я. Я в школу опаздываю. А с другой стороны, у тебя могут быть неприятности в школе. Я понимаю. А с другой стороны, в школе 보орщик и оскорение. Коля, в школе react to, что они изгиблили. Баба! Гр anders мо pry. Баба! 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 Поехали! Поехали! Где его? Где его? Я тебя хороу! Да! Ой, не слушай! Я-то у меня баллы! Ну, ладно! Блядь! Блядь! Ой, как ты на времени себя видела? Ой, как ты на времени себя видела? Да! Многоуважаемая, товарищ учительница! Дело в том, что у меня к вам вопрос исключительной важности! Слушаю вас внимательно! В ВВ классе учится мой внучатый племянник Весельчаков Коля! Весельчаков? Да. У нас таких нет, извините. Минуточку. Многоуважаемые. Товарищ, миленький, давайте все выясним после уроков. Все после уроков. Очень хорошо. Пусть после уроков. Многоуважаемая учительница, товарищ. Товарищ, я опаздываю. Вы опаздываете, а Коля? Здрасте. Сидеть. Начнем урок. Селезнева. Ко мне. С портфелем. Товарищ, миленький, все после уроков. Вы не понимаете, Коля. Весельчаков. Это мой племянник. А я хотела его. Здравствуйте. Алиса, это я. Милофона меня. Это я его спрятал. Я. Я. Милофона меня. Я. Я. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...